Добрый день! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о настройках безопасности в ClearScade. Для того, чтобы мы могли разделить права доступа для пользователей, я создал папку Users. Я создал двух пользователей, инженер и оператор. Для того, чтобы задать права доступа в общем по системе, мы нажимаем правой кнопкой на сервере, выбираем вкладку Security. И здесь мы можем добавить права для инженера и можем добавить права для оператора. Например, мы говорим, что у нас все могут только смотреть и читать. При этом инженер может все, а оператор не может контролировать некоторые параметры. Нажимаем ОК. Теперь у нас нет доступа, потому что мы забрали провал у пользователя Густь, поэтому зайдем к суперпользователям. И мы смотрим, у нас админ может вводить данные. При этом, если мы залогинимся оператором, то возможности вводить данные у него нет. Если мы залогинимся инженером, то у него есть возможность вручного ввода. Хорошо, что мы можем задать права на всю систему. Но если нам нужно расширить права более детально, если нам нужно дать право доступа к некоторым объектам, скажем, оператор может вводить давление, а температуру вводить не может. А инженер может вводить все параметры. Как бы мы это сделали, если бы мы пользовались UX, мы бы в каждой точке security, мы бы отменили привязку к родительскому объекту и настроили бы наши права. Скажем, все давления оператор может вводить. Выставляем ОК. И так далее по всем точкам. Оператор может контролировать давление. И это занимает очень много времени. А теперь посмотрите. Мы не знаем, как пользователь, мы не знаем, где, какие права мы выдали, на какие точки. Если у нас есть существующий проект, мы беремся его сопровождать, мы не знаем, какие настройки безопасности существуют у всех объектов в данной системе. В этом нам поможет instance creator. Для того, чтобы воспользоваться instance creator, мы вводим пароль суперпользователя. И сейчас мы хотим посмотреть, какие права в нашей internal внутренней аналоговой точке. набираем точку, добавляем свойства security и компортируем все точки. Теперь мы можем увидеть, что точки P1 и P2 инженер может контролировать полностью, оператор может контролировать полностью. При этом на точке P3, P4, P5 и все температуры у нас установлены ограничения для оператора, ограничения на ручной ввод. Допустим, нам нужно все давления разрешить для ввода всех пользователей. А для температур оператор не имеет возможности ручного ввода. Копируем эти строчки, выбираем диапазон, нажимаем update, соглашаемся, произошел update. Мы изменили права в точках. у нас отсутствует флажок наследовать разрешение от родителей. У нас есть полностью контроль и инженера, и оператора. Посмотрим, что у нас в точке температуры. у нас есть полный доступ для инженера, ограниченный доступ для оператора. И эта точка наследует свои разрешения от родителей. Таким образом, мы можем сконфигурировать для любой точки в базе данных ClersCAD можем сконфигурировать любой набор прав доступа. Например, мы хотим вернуть право доступа для точек давления, чтобы они наследовались от родителя. Для этого мы просто очищаем строку, нажимаем update и при этом наша безопасность опять наследуется от родителя. При этом не переопределяя настройки безопасности для данной точки. Еще мы можем посмотреть, например, для группы. Для всех групп мы можем посмотреть настройки безопасности. мы видим, что сейчас для всех групп настройки безопасности одинаковы. Также к настройкам безопасности мы можем добраться не по классу аналоговой внутренней точки, а по шаблону. Выбираем шаблон аналог добавляем свойства и здесь мы можем управлять безопасностью отдельных элементов в шаблоне не рефлансис, а секьюрити добавить можем импортировать все по шаблону мы можем изменить изменить например, сделать полный доступ для пользователя оператора для настройки температур. выбираем значение нажимаем update на теперь теперь точке п1 наследуется от родителя точке т1 наследует уже не наследуются от родителей и мы дали оператору полный доступ таким образом мы можем наиболее гибко настроить систему безопасности в нашем проекте всем спасибо спасибо